ПЕСНЯ Ладно, о пустом поговорили, давай по делу. Пускай барышня пишет, а ты запоминай, или там как хочешь. Значит, явился ко мне как-то человек. Стрижка модная, под ноль. Ясно, с какого курорта. Мужик, видать, солидный. Сразу от нескольких моих клиентов привет передал. Как представился? Назвался Яков Крест. А имя это или Кликуха, кто знает. Мы ведь тоже, как в книжках шпионы, за лишние вопросы язык отрежут. Рассказать можешь, что за человек? Был-то блатной. А теперь, черт его знает. Я ведь мазуриков всяких достаточно повидал. Но этот, как намыленный. Только приезжал, а он уже выскочил. Мужик крутой. Вообще-то, ему по глотке полоснуть. Я думаю, как тебе сморкнуться. Ну и с каким же делом он к тебе пришел? Я, говорит, тебе откроюсь. Человек есть один. Большой хозяин. Ты про него не спрашивай даже. Я, скорее, под вышаг пойду, чем его назову. Умнейший человек. Вот предлагает одно дельце. Плевое, а деньги даст большие. Какое дело, спрашиваю? Квартиру открыть. Я ему отвечаю, что сам на кражу не ходил. Никогда и не пойду. Я не по этому делу. А Крест смеется. Забудь, Степан Андрей, всякие уголовные штучки. Тут кражей не пахнет. Тут дела личные. С женщиной связано. В общем, тебе только квартиру открыть. Хозяин посмотрит письма кое-какие и все. Деньги в зубы и катись. И ты согласился? Не в раз. Думал я долго. И чем дольше, тем больше охота разбирала. Замок открыть этот раз плюнуть. Деньги посулил он хорошие. А я крышу перекрывать собирался. Так что согласился я. В спорим говорю. Ах, Крест, одумайся, дядя. Что мы, взломочки какие? Работать будем ювелирно. Чтоб и следов не заметили. Как же быть, спрашиваю. Очень просто. Подъедем туда ночью. Загонишь в замок шплинтик. На другой день явишься вроде Жековский водопроводчик. А замок-то не работает. Тебя, как пить дать, попросят посмотреть, починить. Починишь. И, конечно, ключики на мастику отожмешь. Заплатят тебе, скажи спасибо. И предложи при любой нужде вызывать тебя прямо по телефону. И номер дай. Удивился я тогда сильно. Какой это телефон еще? А Крест говорит, 157-74-62. Я этот телефон на всю жизнь запомнил. Эх, глупость сделал. Жадность погубила. Это когда согласились? Нет. Когда Креста не послушал. А в чем же вы его не послушали? Потом поймешь. Сходил я к скрипачу. Все так и вышло. К вечеру приехал Крест. Я ему отдаю ключи. А он ухмыляется. Нет, говорит, пойдешь с хозяином. Сам ему откроешь. Вдруг замки не будут открываться. А тебе на месте подогнать ключи полминуты. Хозяин заниматься этим не должен. Откроешь, запустишь, выпустишь, запрешь. Сделать надо все с одного раза. Ходить туда сто раз не гоже. Так, дальше. Дальше. 15-го числа в 12-м часу были мы на месте. Вскоре на такси хозяин приехал. Когда хозяин пошел в подворотню, Крест велел мне подняться лифтом и открыть дверь. Да, а утром Крест дал записку, чтобы отправил я телеграмму по адресу. Я спрашиваю, на кой? А он смеется. Постарел ты, мельник, а ума не нажил. Если придем, а телеграмма внизу в ящике лежит. Значит, пуста квартира. Иди себе спокойно. ПОСТАЛЬНАЯ МУЗЫКА Потом Крест дал мне деньги, говорит, чеши отсюда. Уехали они. И стала разбирать меня досада. Фатера, считай, открытая. Вещей там, небось, денег. Ой, а самое главное, думаю, если они мне такую деньгу отвалили, значит, тут чего-то не просто так. Ну, и еще телефон, который я скрипачу оставил, покоя не давал. В общем, вернулся я. Орел. Да. Я как вошел, сразу понял, обскакали они меня. Шкаф разворотен, моей фомкой, видать. Драгоценности, небось, набрали. Ну, думаю, ладно. Набил я чемоданы, чем попало. Телефон этот из записной книжки сжег и ушел. Вот и вся история. Да, интересная история. А потом вы их видели? Крест приезжал через неделю, написал два письма. Одно забрал с собой, а второе мне оставил. Смотри, говорит Степан Андреевич, не забудь, отправь его ровно через три дня. Ровно. И все смеялся. Поэтому, говорит, письмо хозяин отправит кое-кого в милицию оправдываться вместо нас, грешных. Как выглядит хозяин? Как? Ничего примечательного. Да я видел-то его чуть. И все время в темноте. А креста можете описать подробно? Креста? Смогу. Мельник, крест. Крест хозяин. Хозяин мельник. Крест. Что ты там бормочешь? Только один неизвестный человек, который использовал меня как щит во всей этой истории с кражей скрипки. Это и Конников написал. Такой человек есть, Владимир Иванович. Он точно знает, что мы делаем и ведет игру с нами. И зовут его Крест. Да. Но мы его не знаем. Может быть, запросить информцентр на кличку Крест? Тебе на 200 человек список дадут. Ты что, забыл, что Крест на жаргоне означает вор? Растерялся ты. Растеряешься тут. Голова кругом идет. Слабая, значит, у тебя голова. Ну, ладно. Давай разбираться. Есть у нас комбинация из трех человек. Мельник, крест и хозяин. Так. Это значит и исполнитель, администратор и кто? Мозговой центр. Довольно обычная старая комбинация. И наводят они нас с тобой на Иконникова. Вопрос, почему-то на него. Ну, почему ясно. Павел Петрович много лет враждовец Поляковым. Раз. Человек, он сам по себе странный немного. Два. Поведение его непонятно. Эти змеи. А все непонятное вызывает подозрение. Это очевидно. Ну, тебе очевидно, а мне нет. Вор умный человек. И он понимает, что если Иконников скрипку не мог взять, то будет он хоть семь раз странный, мы будем крутиться около него, а потом, как говорится, попросим извинения. Им это и нужно. Время-то потеряли? Нет, не только. Для того, чтобы подставить человека вместо себя, нужно его очень хорошо знать. Знать его привычки, отношения. Ну, короче говоря, быть близким ему лицом. А если он близок ему, значит, Иконников передавал ваши с ним разговоры. И что он мог передавать? Какие разговоры? Ну, хотя бы то, что мы его подозреваем. Значит, подставка оборовская сработала. Возможно. Возможно. тогда этот человек очень хорошо должен знать Полякова. Ну, конечно. Значит, благословясь, начинай. Отбери людей близких и тому, и другому. Хорошо. Начнем сначала. Один не справишься. Это целая толпа. С ними год не разберешься. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас. Тема нашего сегодняшнего разговора очень широка. Еще бы. Каждую ночь специально для меня передают. О взаимоотношениях с родственниками и друзьями. Вот когда мы вместе со всеми в 7 утра будем вот это служить, значит, в наших делах порядок. И о многом, многом другом. Ну, пошли спать. Подбери себе свидетеля, кому доверяешь. Сказал, что вернется богачом. Из Бразилии все возвращаются к Резене. На тросом нанялся. Что вы стоите работаете в Бразилию? В Бразилию. Сказал, богачом вернется. Синьор Антонио, Пауло ведь взрослый парень. Разве не имеет он права выбирать сам? Может быть, он вообще не хочет продолжать ваше дело. Что? В 12 лет я вручил ему деревянный циркуль и маленькую стамеску. С тех пор изо дня в день, кроме первого числа Пасхи и Рождества, мы стояли вот здесь, вот этого верстака. Потом здесь встал Джузеппе. Потом верстак пришлось удлинить. Понадобилось место для Франческо. А месяц назад здесь встал Амабона. Ведь ему и исполнилось 10. Не огорчайтесь так, мастер. В моем доме вы распредатели. Если бы Пауло сказал, что он не хочет придумывать скрипки, что ему неинтересны секреты лака, что ему наплевать, как получится насыщенный звук, потому что он хочет стать бочером, каменотесом или художником, я обосмирился. Бросить то, что я с такой мукой отдал и вложил ему в руки ради призрачного блеска денег, этого я не простить, не понять не могу. Но стоит ли так убиваться из-за мальчишеской глупости? Стоит. Я верю, что мой старший сын продолжит род мастеров Страдивари. До этого был я несказанно, удивительно счастлив. Я имел все, то, о чем только может мечтать человек. Это уж точно. Ваше имя известно всей Европе. Антонио Матти, дядя, моего покойного учителя Никола повесился в мастерской, когда ему было 23 года, но дом Матти от этого не рухнул. И дом Страдивари перенесет потерю сына. Даст Бог вернется еще. Нет, сюда он никогда не вернется. Джузеппе, иди к канонику и закажи за упокойную службу по сыну моему почившему Паоло. Отец, иди! Да что вы говорите, такое сеньор Антонио? То, что вы слышите, у Антонио Страдивари не может быть сына, бродяги и вора. Почему же вы решили, что он обязательно станет вором? Потому что легко богатеют лишь люди боровством и обманом. Простите, сострят. Мы и так уже потеряли слишком много времени. Нам надо работать. Извините, сеньор Антонио. Простите. Простите. Франчевск, мальчик, надо расширить эфы на два волоска. амабон сынок стамеска должна идти вдоль волокна дерева. Видишь? Видишь? Вот. Давайте. Давайте. Работайте. Время не ждет. Так, я не понял. Вы что же, предлагаете мне быть вашим помощником? Ну, что-то вроде этого. Так сказать, на общественных началах. Это целая толпа, с ними год не разберешься. А почему именно я? Ну, во-первых, вы человек умный, интеллигентный, вы хорошо знали отношения Полякова и Павла Петровича, у вас было много общих знакомств, но кто же, как не вы, поможет мне найти истину? Бросьте, бросьте. Искать истину, это все равно, что канат перетягивать. У кого сил больше, то ты... Как сказать? Ведь Иконников умер не из-за того, что скрипку украли. А из-за чего? Знаете, не исключено, что это был несчастный случай. Только не надо мне рассказывать сказок. Мне не надо. Вы сами просили быть откровенным. Так вот, если мы хотим найти выход, нужно смотреть фактом в лицо. Ну, хорошо, почему вы думаете, что его смерть самоубийства? Предчувствие. Оценка предчувствий. У вас были какие-то предчувствия? Да, были. И особенно после разговора с вами, извините. Вещи, которым мы не придаем значения в обычных условиях, в трагической обстановке приобретают зловещий оттенок. Я стал волноваться за Павла Петровича. Вы ему рассказали о нашей беседе? Нет. К сожалению, нет. А надо было бы сразу рассказать. Вот как чувствовал, так надо было и сделать. Как женщины. А мы, мужчины, мы, рационалисты. Мы все считаем, у нас в запасе вечность. У нас дела. Сегодня важные дела, завтра важные дела, а поговорим послезавтра. Лучше после-послезавтра. Это от нас не уйдет. И вот действительно разговор, эта болтовня остается, а самого человека порой уже и... но это-то дело серьезное. Вы же знаете, в какой связи нас интересует иконников. Да. Но я не предполагал, что это может так страшно кончиться. А как? Как вы себе это предполагали? Это трудно объяснить, поймите. Дело в самом иконниками. Он всегда и говорил, и чувствовал на таком накале, будто готов был вот-вот разрыдаться. Но этого никогда не случалось. И вот с некоторого времени я перестал ему верить. То есть не ему, а в его чувство, в то, что он способен на поступок. А он, оказалось, и способен. И на какой? Чем я могу вам помочь? Значит так, постарайтесь вспомнить всех людей, которые были достаточно близки и Полякову, и иконникову. Понимаете? Всех. Даже тех, о которых вы только-только слышали. А. Ничего себе интересно. Никогда не выступал в такой роли. А почему бы самого Полякова не спросить? Я спрошу. Спрошу. Но мне нужен не только список. Мне нужны характеристики и, так сказать, социально-психологический портрет. И в этом я в вашей объективности доверяю больше. Не знаю. Не нравится мне все это. Не нравится. Ради Павла Петровича. Только. Ну, а почему же ради Павла Петровича? По-моему, он перед смертью догадался, кто украл скрипку, но не стал об этом говорить. Не захотел. И, конечно, был неправ. Надо было кричать, бить во все колокола, а он... Мы с ним никогда ни в чем не соглашались. И вот теперь я просто обязан сделать ответный ход. Нельзя злодейство усугублять глупостью. Вполне с вами согласен. Нельзя. Нет. Поэтому пишите. Номер один. Белаш Григорий Петрович, настройщик. Да-да. Я много лет знал их обоих, и все мои показания нуждаются в проверке. А сам я в социально-психологическом портрете. Дальше, значит, Казарновский, скрипач. Кандель, член-корреспондент Академии медицинских наук. Кандель Марк Йось. Угу. Профессор Толкунова из МГУ. По-моему, химик. Бывший шофер Полякова, Толя Лебедев. Кандель Марк Йось. Кандель Марк Йось. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! А у меня дочка. Брунетка. Студентка, третий курс. О, чтобы я ее так видел счастливой, как правда, то, что я говорю. Перед каждым ответственным концертом Паша Иконников заходил ко мне. Он мне всегда говорил, Семенчик, у вас счастливая рука. Это правда, как то, что вы видите меня стоять перед вами. Ах, если бы Паша Иконников не перестал заходить ко мне, может быть, все и не кончилось бы так некрасиво. Вы зря смеетесь, молодой человек. Для человека, связанного с риском судьбы, парикмахер очень важная вещь. Иногда парикмахеры делали вкус и моду на много веков. Вы, конечно, слышали про Евгению Мантихо. Нет, я не слышал про Евгению Мантихо. А про Евгению Мантихо? Ммм, тоже не слышал. Что я сказал? Так вот, она была женой Наполеона. Но не того, которого вы знаете, а другого. Был у него там внук или племянник, кто их разберет в их родстве. Так вот, этот племянник был тоже королем Франции. И у него была жена. И как раз блондинка. И что? Вы спрашиваете, и что? Это же целая трагедия для всех французских дам. Поскольку все они как раз были брунетки. Ну, подумайте, целая нация женщин и ни одной похожей на свою королеву. Ммм, кошмарная история. Ну, так вот, все исправил один парикмахер, который придумал красить волосы перекисью водорода. И сразу во всей Франции и Ша. Все перекрасились и все успокоились. Привет, Семенчик. О, месье Засохов. Сколько лет, сколько зим. Смотри-ка, не забыл, оказывается, а? Забыл? Чтоб я вас так забыл, как я вас помню. Намекаешь, дорогой, что должок за мной числится, да? Какие намеки? Когда вы у меня брали эти деньги на пару дней, они назывались тысячи. Но потом, после известных событий, я их списал, как небо. Напрасно. Это не в моих правилах. Так что, долг я тебе принес. Послушайте. Я как будто нашел этих денег. Когда бедняк веселится? Когда он теряет, а потом находит? А, брось прибедняться. У тебя, наверное, в чулке запрятана тугая копейка. Дочки на свадьбу и так далее. Считать чужие деньги, это чье любимое занятие? Дураков и бездельников. Но я только бездельник. Догадываюсь. Вы голову поправлять будете? Некогда, дорогой. Последние два года вы явно стриглись у какого-то пастуха. В очередь с овечками. Э, ладно, забегу завтра. Буду ждать. Если бы вы знали, какой это человек. Да. О, лучшего бильярдиста и маркера я не видел. Если бы чемпионат мира играли бы по бильярду, он был бы большим чемпионом. Между прочим, наши общие друзья, поляков и иконников, частенько бывали у него в бильярдной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не понял вашего вопроса. Что лично вы здесь делаете? Я? Да. Я глухонемых здесь обучаю. Вот наша продукция. Вы художник? Да. Слушайте, Засохов. Вы почему по другой фамилии живете? Засохов Николай Григорьевич. Сорокового года рождения. Осужден за мошенничество. А мне так больше нравится. Что значит нравится? Это ж не ботинки. Новые купил, старые выбросил. А при чем здесь ботинки? А при том, если вы взяли фамилию Римбрандт, то другое дело. А я по закону вступил в брак. Принял фамилию жены. Я Кисляев Николай Григорьевич. По закону я Кисляев, понимаете? Я прошу меня извиниться, моя бестапность. Я прошу извиниться. Ах, ничего, валяйте дальше. У вас работа такая. Когда вы начинаете допрашивать, в этом уже есть момент бестапности. А то, вы хотите узнать, не имею ли я отношения к скрике Полякова, да? И в этом уже есть оскорбительный момент для честного человека. Да, я вчерашний арестант, поэтому я и взял фамилию жены. Вот, садитесь, спрашивайте. Вы давно знаете Иконникова и Полякова? Очень давно. Я заведовал бильярдной в доме композиторов. Они часто приходили играть друг с другом и со мной. А в последнее время? Полякова я не видел больше, чем три года. А с Иконниковым мы виделись до последнего момента. А точнее? Я видел его за три дня до его смерти. Вы говорили с ним о скрытке Полякова? А как же? Ведь это вы выдвинули против него обвинение. Откуда вы этого взяли? А так, мир тесен, земля слухами полнится. А все-таки, откуда вы это взяли? Кто вам сказал? Сашка Содомский сказал. Он, конечно, трепач. Но такого из пальца не высосишь. А что это за человек Содомский? А так, живет, хлеб жует. Что-то вы говорите о нем без особого почтения. О нем все говорят без особого почтения. А мне сам Бог велел. Почему это именно вам Бог велел? А потому, что это он меня, дурака, жить научил. То есть? Это же он меня научил делать фальшивые царские червонцы. С покупателем свел, снабдил материалом. И что? А ничего. Три года колонии общего режима. Вот как. А почему вы сейчас о нем рассказали, а наследствия нет? А почему? Я же не маленький ребенок, которого злой демон Содомский охмурил. Сдал, на что шел. Потом теперь это уже все устарело. И вот вы. Вы не побежите же снова поднимать это дело. Да и я подтверждать не стану. Почему? А потому, что я с той жизнью покончил. Покончил со всеми людьми. С плохими, с хорошими. И с той жизнью у меня оставались только две привязанности. И Конников и этот старый чудак Семен Кац. Вот Павел Петрович помер уже. Ну, а что в новой жизни? Все. Сын. Вот. В 46 лет я вдруг выяснил, что оказывается могу рисовать картинки, которые почему-то ужасно нравятся детям. Понятно. Скажите, пожалуйста, Вы много лет не возвращали долг к отцу. А теперь отдали. Это с чем связано? Слушай, так это вы были в кресле на Мылиной. А я думаю, где я видел эти глаза, а? А долг вот. Я отдал с гонорара вот за эти книжки. Прекрасно. Последний вопрос. Что могло связывать Иконникова с таким человеком, как Содомский? Ну, как что? Содомский же был у Иконникова концертным администратором, пока Иконников его не выгнал со скандалом. Что же скандал? Ну, послал как-то он Сашку в репетиционный фонд за скрипкой. Для кого-то из своих учеников, понимаешь? Учеников? Разве у Павла Петровича были ученики? Конечно, я даже сам знал нескольких. Ну, поехал, значит, Сашка в репетиционный фонд, откопал там скрипку старую, грязную, без струн, всю в известке. Показал ее известному скрипичному мастеру Баташову. Тот аж затрясся. Это же 17-й век, говорит. Предположительно, пергонцы, но уж в крайнем случае венчанццо по норму. А? 18-й век. Очень интересно. Больше этой скрипки никто не видел. Господи великий, спаси нашего сына. Он же самый добрый у нас. Джозеппе самый тихий, самый безропотный, самый способный. Господи, помоги, спаси нашего сына. Молись, мать, молись. Это холера. Боже милость. Мы никогда с тобой не нарушали божьих заповедей. Мне некогда было кричить. Молись, мать. Может, Господь услышит тебя. Здесь смесь из лора и уксуса. Протрите в доме все. Все. Все предметы. Окна и двери. Идите. Идите. Болезни, слабость, охотнее поедают праздных людей. Идите работать. Иди, мать. Иди. В комнату никому не входить. Питье и еду Джузеппе буду приносить я. Иди. Убейте этого колдуна. он нам всем принесет погибель. институт. Идите. Стойте. Первый, кто сделает хоть один шаг по лестнице, умрет. Вы не холеры боитесь. Вы боитесь своего страха перед ней. Одумайтесь, прошу вас. Из этого дома никто не выйдет. Пока мой Джозеппе не выздоровеет. Или пока все мы здесь не умрем. Тогда приходите сюда и делайте все, что вам вздумается. Но до тех пор я хозяин здесь. И каждого, кто сделает шаг, я убью. Что вы слушаете этого колдуна? Уходите отсюда. Джозеппе! Сынок, прошу тебя! Джозеппе! Отец, благословите меня. Что? Я должен удалиться от мира. Час искупления пробил. Господь оставил мне жизнь для служения ему. Что ты говоришь? Сынок, опомнись. Я не хочу богохульствовать. Ну, разве не я вытравил холеру в доме? Разве не я поил тебя своими настойками? И снадобнями заморскими? Я ухожу в Парму. И там приму послушание. Сынок, подумай, какая жалкая жизнь ждет тебя в монастыре. Мальчик, ты будешь замечательным мастером. Продолжателем всех дел моих. Тебя ждет великое будущее. Джозеппе, мальчик мой. Подумай еще раз. Умоляю тебя. Путь мой определен. Я обещал Господу. Джозеппе! Господи всепрощающий. Спаси и помилуй мужу его, Антонио. Он ведь честный человек, великий труженик. Господи, прости его и пожалей. Потому что я уже не могу ни простить его, ни пожалеть. Двух сыновей лишилась я, Господи. И не знаю, что будет с младшими. На тебя уповаю, Господи, великий и всемогущий. Господи, дай мне забвение. Пошли мне смерть и прости меня. Разрешите? Пожалуйста. Проходите сюда. Честь имею представиться. Александрий Ильич Содомский. Здравствуйте. Раздевайтесь, вон там крючочек. А, простите, у вас плечиков не найдется? Нет, не найдется. И вообще, когда вы приходите в общественное место, гражданин Содомский, пальто надо оставлять в гардеробе. Истинно так. Но когда приходишь в такое общественное место, из которого не знаешь, куда пойдешь дальше, лучше пальто иметь при себе. Это я шучу. Интересные у вас шутки. Но, между прочим, в тех неизвестных местах, куда иногда отправляются наши подопечные, плечиков для пальто не выдают. Это я не шучу. Ну, это уж не так страшно. Как говорится, бытие определяет сознание. Простите, можно вам задать вопрос? Можно. Вы не в курсе дела? А что, в Нью-Йорке тоже есть женщины полицейские? Есть. Жаль. А я думал, что это только наше социальное завоевание. Женщины, возвышенное создание, ловит жуликов. Подумать только... Ну, посокрушались и хватит. Назовите вашу фамилию, имя, отчество, время и место рождения. Ай-яй-яй-яй-яй. Такая плохая память при такой очевидной молодости. Я же вам только что представился. Слушайте, почтеннейший. Вы ведите себя поскромнее и на мои вопросы... А что такое? Я только пошу... На мои вопросы отвечайте. Я пошутил. Я не против. Пожалуйста, пожалуйста. Значит так. Зовут меня Александр Еремеевич Содомский. Год рождения 36-й. Город Москва. Образование высшее. Незаконченное. Место работы Министерство культуры. Чего? А кем вы работаете? Я... Распространитель билетов. Театральный билетов. Старший распространитель. Кстати говоря, если хотите попасть в Ленком... Пожалуйста, бешеный успех. Кем работали раньше? Я работал концертным администратором в филармонии. Почему ушли оттуда? Здоровье, понимаете. Здоровье подвело. Понимаю. А с кем из солистов-музыкантов работали? Ну, со мной работали многие. Ряд видных... Так, можете и записать. Ряд видных советских музыкантов. А Иконников с вами работал? Конечно. Кстати говоря, он был неплохим скрипачом. Ну, как-то не повезло ему. Почему же вы расстались? Не сработались. Склочный характер. Вообще, все эти недотянувшие вожди, гении... Это... О! Ну, а что такое? Мания подозрительности. Ах, вот на что. Ну, тогда, может быть, вы поясните следствию... Эпизод с пропажей скрипки из репетиционного фонда. Какой скрипке? Предположить на Бергонце или Винченцо Панормо. Вы взяли ее на имя Иконникова, а потом якобы утеряли в троллейбусе. Чепуха какая, господи! Это такой же Бергонце, как я Софи Лорен. Следствие располагает заявлением скрипичного мастера Батищева. А давайте я вам напишу заявление, что скрипичный мастер Батищев украл алмаз Орлов. Следствие будет располагать и такими свиньями, а? Это будет ложным доносом. Ну, что, что, что? Если позвольте, я вам замечу, что пока что скрипичный мастер Батищев и распространитель билетов в Содомске юридически совершенно равноправны. Не так ли? Безусловно. Мы оба достойные, ничем не скомпрометированные граждане и не простые, а советские граждане. То есть обладающие гарантиями, всеми гарантиями их безопасности, чести и достоинства. А фальшивые золотые монетки вас не скомпрометируют? Нет. Нет. Я уж слышал, что этот дурак засохал. Ну, зачем же так грубо? Ну, это же дурак, он и есть дурак. К тому же жулик неудачник. Типичный образец. Я не удивлюсь, если это он украл Страдивари. Это почему же? Ну, потому что умный жулик берет не то, что плохо лежит, а то, что можно украсть без риска. А эта скрипка, если я не ошибаюсь, будет в розыске еще хоть сто лет, до тех пор, пока кто-то с ней не попадется. Ну, конечно, это не какая-нибудь всеми забытая заброшенная скрипка, которая валялась в шкафу репетиционного фонда. Ну, если вам так нравится, можно и такой пример привести. А где вы были в ночь, когда украли Страдивари? А, позвольте, когда это было? В ночь с 15 на 16 сентября. А, в ночь с 15 на 16 я спал дома. И кто-то может это подтвердить? А это не требуется. Если я говорю, что я спал дома, значит, так оно и есть. Ну, а если вы с этим не согласны, то давайте, докажите, что я занимался чем-то другим. Резонно. Кроме того, вам только показалось, что я такой плохой. Ну, конечно, я не ангел. А вы мне покажите ангела. Ведь наверняка у всех есть какие-нибудь грешки, пробелы в биографии, а? Так уж и у всех. Конечно. Ну, вот сейчас вы расследуете дело. Вот только честно. Кого вы больше встретили? Плохих людей или хороших? Ну, допустим, плохих. Ну, а я что говорю? Да ерунду вы говорите. Вот если бы я занималась каким-то другим делом, не знаю, искала бы стихи, песни, утраченные. Я бы, наверное, встречалась с умными, честными, добрыми людьми. Но я сотрудник уголовного розыска и ищу украденную вещь, понимаете, украденную. Поэтому вынуждена выслушивать ваши откровения вместо того, чтобы разговаривать с умным и приятным человеком. Значит, я человек неприятный. Ну, уж извините женщину за откровенность. Что поделаешь, что поделаешь, насильно мил не будешь. А что толку-то в приятности? Вот, к примеру, самый приятный человек, которого я знаю, Гриша Белаж, действительно хороший парень. Хороший. Но ведь у него наверняка какая-нибудь гадость в биографии имеется. Ну, почему же вы так считаете? А что же вы думаете, он просто так с иконником нянькался? У них какие-то делишки там были. Были. Если не ошибаюсь, следователь Тихонов. Вы не ошибаетесь, Содомский. Я следователь Тихонов. Столь широкая популярность среди распространителей театральных билетов мне льстит. Но, помнится, нас друг другу никто не представлял. Ну, зачем же так? Уж, коль скоро появляется человек, который трясет всю музыкальную общественность в связи с кражей Страдивари, то нетрудно догадаться, что мужчина, который присутствует на нашей милой беседе и прикрывшись газетой, слушает каждое мое слово и есть следователь по особо важным делам Тихонов. Я вам тоже не понравился. Ну что, вы мне как раз понравились. Ну, а то, что вы не понравились Елене Сергеевне, что делать? Вы мне вот на что ответьте лучше. Мастер Батищев утверждает, что скрипку бергонцы взяли вы. Он перепутал. Перепутал. Я никакого бергонца в глаза не видел. Ну, а если инструмент все-таки найдется, что вы тогда скажете? Если так легко найти скрипку, что же вы до сих пор ищите Страдивари? Ну, знаете, спешка нужна, но вы знаете, когда. Ну, конечно, конечно. Кстати, вы что-то говорили об Иконникове и Белошин. Ничего я не говорил, я ничего не знаю. Я просто подумал, что Гриша Белаш волевой парень. Не каждый, между прочим, может вернуться в жизнь из помойки. В каком смысле? Как в каком смысле? Человек, который в 17 лет был лауреатом скрипичного конкурса, мог иметь в жизни все. Но... Кто, Иконников? При чем здесь Иконников? Я говорю про Белоша. Подождите. Белаш был лауреатом? Конечно уж, а не знаю. А еще Страдивари хочет найти. Пожалуйста. Пошли. Пожалуйста. Можно счет? Спасибо. О, Станислав Павлович, присаживайтесь. Присаживайтесь. Я думаю, мы теперь с вами до конца жизни будем встречаться. Встречаться и беседовать об Иконникове и Парикове. Строить гипотезы. Кто мог украсть скрипку. И вообще, наша жизнь теперь потечет параллельно. Возможно. Что будем есть? Сыр и зелень. Я заказал форель. Присоединяюсь. Спасибо. Какие-то новости? Да, есть. Я хотел поговорить с вами, Григорий Петрович, о Содомском. И о вас. Обо мне и о Содомском? Но я в жизни не имел дела с этим подонком. Да нет, вы меня неправильно поняли. Я вчера беседовал с Содомским. И он мне сказал, что вы когда-то были скрипачем. Тварь. А больше он вам ничего не сказал? Нет, ничего. Ладно. Все остальное я вам расскажу сам. Когда мы с вами составляли список, я очень не хотел называть Содомского. Поверьте, дерьмо он исключительное. Ладно. Я как чувствовал. Поймите, мне говорить о моей карьере скрипача больно и неприятно. Ну, если это не имеет никакого отношения к делу. Нет уж, нет уж, давайте поговорим. Видимо, я вам не совсем точно объяснил в свое время, что связывает меня и Иконникова. Иконников был мой наставником. В каком смысле? В прямом? В скрипичном? Это было ужасно давно. Как в другой жизни. Говорят, я был способным парнем. Павел Петрович хотел, чтобы я сделал то, чего не смог сделать он. И никто не знал, что он ваш педагог? Практически никто. Он вообще жил такой жизнью, что показывал всем, что вот с музыкой покончено навсегда. А он рассчитывал эффектно выйти из-за кулис в день моего триумфа. Официально учился в музыкальной школе. И что? Ничего? В полном смысле слова ничего. Я сломал руку. Через три месяца кости срослись, но с контрактурой мышц на скрипке не поиграешь. С идеей большого триумфа пришлось расстаться. Навсегда. А Иконников? Для него это вообще был конец. Мне было тяжело, но я привык, судьба. Что такого для любого человека перелом руки? Ерунда. А для меня вся жизнь коту под хвост. Глупо ужасно. Великий флицер был слеп. У Карла Липинского была чахотка, но играть они могли. Вы понимаете? Да, не сладко вам досталось. Иконников утешал меня тем, что композитор Люли вообще умер от заражения крови, когда поранил ногу дирижерской палочке. Довольно слабое утешение. Ну, а потом Павел Петрович помог мне стать классным настройщиком. Вот и все. Скажите, Павел Петрович был добрым человеком? Добрым? Нет. Пожалуй, нет. У него была какая-то странность, непохожесть на других. Он об этом знал. И старательно поддерживал. Да-да, странность. Странность была. Настроение у меня паршивое все последнее время. Постоянно преследует воспоминания о том, как незадолго перед смертью Иконников читал мне разные стихи со своими шуточками. И врезалась мне в память одна строка о человеке, которого живьем пожирает зверь. Плотью живой он в могилу живую уходит. Почему он тогда прочитал мне эти стихи? Наверное, уже догадался, что его пожирает Минотавр. Минотавр? Какой? Ах, этот? Может быть. Все может быть. В этой жизни все может быть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Антонио, по собственной ли воле и без принуждения, хочешь заключить брак с присутствующим здесь Мария? Да. Мария, по собственной ли воле и без принуждения, хочешь заключить брак с присутствующим здесь Антонио? Да. Поехали. Среди Варри. Великий мастер. Это я, Андреа Гварней, говорю тебе. Настоящее величие. Еще впереди. Почему вы так думаете, дедушка? Потому что он талант. Потому что он любит свое дело больше всего на свете. Потому что он... Если ты хочешь стать настоящим мастером, тебе надо уйти из дома. Как же я буду жить? Мне ведь только 12 лет. Мальчик мой, поверь, что нет покоя и счастья в тихом, сытом убожестве. Ты должен стать больше самого себя. Разве человек может стать больше самого себя? Может. Может. Да, я прожил... глупую... Беспутную жизнь. Но... Сейчас уже нет смысла сожалеть об этом. Одно я знаю наверняка. Творение руки и сердца человеческого делает его. Человека. Всемогущим. Сегодня твой праздник, великий мастер. Ты создал скрипку, которой не видел свет. Звук Санта-Марии огромен. Никогда еще скрипка не пела Таким светлым, могучим голосом. В ней лич боевой трубы И ласковый лепет свирели. В ней плеск вина И грохот боя. Звон сабли И трепет флагов. Слава великому мастеру Страдивари! Слава! 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 Тебе надо учиться. Вы больны. И редко стоять в постели. Кто же откроет мне тайну мастерства? Ага. Кто откроет тайну мастерства? Ага. Ведь не станет же меня учить Страдивари. Нет, мой мальчик. Конечно. Сейчас он тебя не возьмет. Потому что ты Мало знаешь, мало умеешь. А если я подучусь? Тем более. Тебе не повезло, Жузеппе. У Страдивари выросли бездарные дети. Скажите, Страдивари, мастер лучше вас? Да, мой мальчик, Страдивари, мастер лучше меня. Но после фиаски Дженсуанова кричит, что он жулик. А вы мастер от Господа Бога. Это не я кричу. Это вино. И глупость из меня кричит. А теперь я спать хочу. Ступай. Вы не сказали, что мне делать? Как мне жить? Это я не знаю. Хотя... А знаешь, завтра на рассвете уходит в Мантемальпост. Да? Уговори кучера или беги пешком. Но доберись до Мантеля и перзыщи там мастера Джизальберти. Передай ему мою просьбу сделать из тебя человека. А лет через пять возвращайся и поклонись Традивари. Чем черт не шутит, может, он тебя и возьмет. Никто не знает своего будущего. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Внимание! Счет 5-4 Пользуй телезритель Десятый, браво! Пожалуйста, Чайко Спасибо Лев Васильевич Вы Белаша давно знаете? Гришу? Давно Лет 20 С молодежного конкурса еще Вы его тогда слышали? Еще бы Я же был председателем жюри И как вам показалась его игра? Способный мальчик Детали я не помню Какие у него отношения были с Иконниковым? Нормальные Нормальные были отношения Детали я уже не помню Но после того, как Паша умер Какое это имеет значение? Имеет И вы это знаете Ну почему я должен все знать? Разве их отношения не выходили за дружеские рамки? Ну да, да Я знаю Знаю, что Паша был учителем Гриши Ну и что? Это вы узнали от Балаша? Да Это он вам рассказал? Нет Он сыграл Я слышал на конкурсе Я сразу узнал манеру Ведь с Павлом мы выросли вместе Гриша Играл Концерт Прокофьева Любимые вещи Конникова И я сразу Узнал манеру Голосы и почерк Паши Беллаш мог стать большим музыкантом? Ну как вам сказать? Не знаю Он как-то холодно Рассудительно Играл такой взволнованный концерт Ну вот Вильям, о котором я говорил в прошлый раз Тоже был Прекрасный мастер Угу Сейчас пойдет запись Крейсеровой сонаты В моем исполнении Я хотел бы послушать Надеюсь, нам это не помешает Там во второй части У меня сомнения По-моему, потери темпа Советского Союза Лев Поляков Партия фортепиано Александр Рыбин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда украли Страдивари Все опрошенные нами люди спали Спали Спят люди по ночам Спят У себя дома Эту привычку Спать по ночам Они завели довольно давно И не надо им никакого алиби Имеют право Но ведь кто-то не спал И Конников мог помочь Мог подсказать, кто не спал Из тех, кого мы опрашивали и отпустили Хотя Отпустили зря Он Не спал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok